Довольно существенное повышение Центробанком учетной ставки активно обсуждается участниками рынка и экспертами, что неудивительно. А регулятор пошел на такой шаг впервые с сентября прошлого года. Каковы причины и цели этой меры и чего ожидать нам в текущем году? Об этом расскажем в следующем материале. После скачка инфляции весной прошлого года, которая в апреле доходила до 18%, Центробанку удалось заметно снизить рост цен. Однако в текущем году динамика снова стала носить негативный характер. Инфляция начала опережать целевые показатели в 4%. По оценке ЦБ в середине июля годовой темп вырос до 3,6% против 2,5% в мае и 3,3% в июне. В итоге учетную ставку пришлось повысить с 7,5% до 8,5% годовых, поскольку есть еще и другие не самые приятные факторы. Завершилась восстановительная фаза экономического роста. Активизировался потребительский спрос и при этом очень сильно обострился дефицит рабочей силы. В связи с этими событиями повысились инфляционные ожидания у наших производителей. Как известно, повышение учетной ставки является основным механизмом достижения запланированных показателей инфляции. Предполагается, что таким образом коммерческим банкам займы у ЦБ обойдутся дороже, а значит бизнес или население кредит получит по более высокой ставке. Правда при этом растут проценты и по вкладам. То есть все переходят от трат к сберегательной модели поведения. Осбережение это означает, что люди приносят деньги в банк для того, чтобы в различные инструменты положить, в том числе на такой известный и знакомый для всех инструмент, как депозит. И получат от этого определенные проценты. Таким образом, в ЦБ надеются, что годовая инфляция по стране не превысит 6,5%, а в 2024 году и вовсе вернется к желанным 4%. Но все это при отсутствии новых внешнеполитических потрясений.